Героями сиквела комедии «Один дома» невольно стали проводники поезда Москва-Архангельск и их шестилетний пассажир, который к изумлению сотрудников поезда, оказался в купе без взрослых, зато с чемоданом и тремя рюкзаками. Как стало известно, эта история приключилась 28 декабря на Ярославском вокзале. 32-летняя жительница столицы Виктория заняла купе со своим маленьким сыном и попросила подругу, которая была сопровождающей, посидеть с малышом, пока она заберет из такси остальные вещи. Увы, на стоянке ее ждало разочарование. Таксист переехал на другое место и начал выговаривать женщине, что оплата поездки не прошла. А поскольку она не взяла с собой из поезда кошелек, то оказалась заложницей водителя, не отдававшего вещи. Тогда она позвонила подруге и попросила срочно прийти и принести деньги. Та прибежала очень быстро, стала расплачиваться с таксистом, а молодая мама с багажом помчалась к поезду. Увы, вовремя сесть в вагон она не успела, состав уже тронулся. Однако на перроне она нашла братьев по несчастью, таких же опоздавших пассажиров. Вместе они заказали такси и помчались в Ярославль, чтобы перехватить поезд. Через 4 часа Виктория была на месте. Но там ее ждала очередная неприятная новость. Оказалось, что ее мальчика высадили в Александрове, до выяснения обстоятельств. Молодая женщина села на состав в сторону Александрова и уже там воссоединилась с сыном, который заснул на диванчике в одном из административных помещений. Работники вокзала рассказали маме, что ее мальчик пережил эти часы довольно спокойно, проводники развлекали его всей компанией. Рассказывали сказки, кормили конфетами, нашли для него цветные фломастеры. После такого предновогоднего приключения незадачливые путешественники сели в другой поезд и продолжили свой путь к родственникам в Архангельск. Уже второй год после гибели мужа в автокатастрофе Виктория отмечает там не только Новый год, но и день рождения, который приходится на 31 декабря.